Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 17. Стихи с 3 по 10. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь, внемлите себе, аще согрешит к тебе брат твой запрети ему, и аще покаяться, остави ему, и аще седмищий на день согрешит к тебе, и седмищий на день обратится к глаголе каюся, остави ему. И рекоша, апостоле Господи, ви, приложи нам веру, рече же Господь. Аще бысти имели веру, яка зерна горушна, глагол ли бысти уба ягодичи не сей, восторгнись и всадись в море, и послушала бы вас. Который же от вас раба, имея орющий или пасуща, и же пришедший ему с села речет, обеменув возлязи, но не речет ли ему уготовать, что вечеряю, и припаяться все служими, дон дежи ям и пию, и потом яси и пиеши ты. Еда имать хвалу рабу тому, яка сотвори повеленная, не мню. Так и вы, егда сотворитеся повеленная вам, глаголите, яка раби не ключими и смы, яка ежедолжни бегом сотворите, сотворихом. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покаяться, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели в веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее, садись за стол? Он, напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, мы можем разбить на три основные части. Первая часть повествует о необходимости прощения в христианской жизни. Вторая – о вере, как величайшей силе в мире. И третья – об отношениях человека и Бога, сущность которых Спаситель раскрывает в притче о рабе. Но прежде мы читаем призыв Христа – «Наблюдайте за собою». Эти слова относятся к предыдущему высказыванию, которое не вошло в сегодняшний отрывок. Речь шла о соблазнах, в которые христианин не должен водить неукрепившихся в вере людей, дабы своим дурным примером не отвернуть их от веры в истинного Бога. Именно после этих слов Господь призывает к прощению как к подлинному свидетельству всесовершенной веры. «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». Это поистине удивительные слова, которые абсолютно изменили представление учеников Христовых об отношении с людьми в этом мире. Дело в том, что у раввинов была поговорка, гласившая, что человек, простивший своего собрата три раза, совершенный человек. Норма христианина более чем в два раза превышает норму иудейских раввинов, но дело даже не в цифрах. Как поясняет блаженный феофилакт, слово «семь раз в день» поставлено здесь вместо слова «многократно». А что «семь раз в день» употреблено в том значении, это видно из Евангелия от Матфея, ибо там, когда Петр сказал «Господи, должен ли я прощать ему, то есть брату моему, до семи раз?» Господь сказал «не до семи, но до седьмижды семидесяти обозначает через сие бесчисленное множество раз». Но всякого ли человека необходимо прощать? И тут ответ простой – нет. «Только того, кто просит прощения». А что делать, если человек не осознает своей вины и потому в силу обстоятельств не мыслит подойти и попросить прощения? И тут Господь мудро увещевает «Выговори ему, и если покаяться, прости ему». Греческое слово, употребленное в данном тексте, звучит как «эпитимо», что означает «выговаривать, упрекать, бронить или запрещать». В известном смысле в пасторской практике оно употребляется как нравственно-исправительная мера, эпитимья. Таким образом, мы можем прийти к выводу, что слово «выговори» обозначает глубокую нравственную беседу, направленную на исправление человеком его поступка, а не просто эмоциональное высказывание с криками и угрозами. Имеет ли связь последующая просьба апостолов с предыдущим высказыванием Спасителя или же Евангелист Лука привычным ему образом собирает воедино важные, по его мнению, слова Христа, ответить сложно. Но на мольбу умножить веру Господь отвечает ученикам. Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. Вспомним, что на Востоке любят выражаться по возможности образно. Фраза эта означает, что даже совершенно невозможное может стать возможным, если верить в его существование. Далее Спаситель излагает притчу о рабе, господин которого, не обращая внимания на его усталость после трудов на ниве или пастбище, велит ему приготовить ужин и служить подпоясавшись. И потом, когда раб исполнит приказание господина, этот последний и не подумает поблагодарить его. На что Александр Павлович Лопухин замечает. Ученики Христа также должны чувствовать себя рабами божьими. Когда они исполнят свой долг перед Богом, то пусть не рассчитывают на какую-либо награду. Награда, может быть, и будет дана, но они сами в чувстве смирения должны сознавать, что они рабы, ничего не стоящие. То есть, конечно, не стоящие особых наград. Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, как мы уже заметили, многогранно и научает нас великим истинам нашей воистину всесильной веры. Прощать кающихся, наставляя неведующих на путь осмысления своих поступков и, не претендуя ни на какие награды, воспринимать это как должное. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи!